Да нет, у меня нет смысла жизни. Новые подписчики! Нашло самое инстаграмное место. Сегодня мы едем на перевал Хайван. Любимое место молодежи, которая хочет сделать красивые фоточки. Мы уже арендовали байк и заправили его. Нас ожидает длинный путь. Дорога на байке занимает 49 минут. Чтобы скоротать ваше время, мы покажем обзор лучшего Макдональдса по всей Азии. Обзор Макдональдса. По нашему мнению, во Вьетнаме самый лучший Макдон. Все заказы делаются через терминал. Цены вы видите на экране. Возможно, для вас они покажутся высокими по сравнению с вкусной точкой. Но если сравнивать с ценами по всей Азии, это очень даже дешево. Вот нам принесли наши бигмаки. Картошка фри. Она хрустящая и горячая. Вы видите, насколько это вкусно. Ничем не отличается от того, что делают в России. Берус, невкусный нос. Ипотекус, столетус. Нет! Да, все, ипотекус, столетус. Мы продолжаем наш путь к самому инстаграмному месту Вьетнама. Дорога, по которой мы сейчас едем, считается второй по красоте в центральном регионе страны. На пути нам встречается одинокая сосна, местная достопримечательность и множество извилистых дорог, по краям которых люди устраивают пикники. Над деревьями виднеются верхушки камней. К одному из них мы и едем. Мы уже приехали, нам сказали оставить здесь байк, а там такая красота. Приехали, такие ступеньки. Вот Данил пришел покормить воображаемых птичек, которые здесь как декорация. Вот нам с Данечкой уже принесли наш кофеечек. И пьем мы его вот с таким прекрасным видом. Для того, чтобы добраться до камня, нам нужно преодолеть опасность спуска. Нам повезло. Из-за плохой погоды на камне практически не было людей. Обычно для того, чтобы сделать фотографию, ты должен отстоять пять минут в очереди. За счет формы камень назвали лодочным. Стоит он здесь уже много лет, а кофейня появилась в 1995 году. По словам владельца, посетителей бывает так много, что в солнечный день они продают одну тысячу чаши кофе. Вот гора. Это обижение гора. Вот там мост, через который мы проезжали. И вот этот путь весь... Преодолели. Нам очень понравилось место и люди, которые им управляли. Локация, как всегда, в описании. Я люблю. Помимо любителей соцсетей, камень облюбовали молодожены. Они делают свои фотографии в свадебных костюмах именно здесь. Очень красиво. Даня дали щенка. Так он испугался тебя. Какой красивый, смотри. Пусечка. Грызет камушек. И вот мы решили поехать выше. Мы приехали в шикарное место, где буквально можем потрогать облако. Камера плохо передает туманность, но поверьте, она очень красивая. Боже, какая красота. На этом мы не остановились и поехали выше. Впереди изгиб локтя. Очень опасная дорога, в которой все байкеры ехали даже не тормозя. Сейчас мы полностью погрузились в облако и чувствовали себя словно в фильме ужасов. Сейчас 5 часов вечера и здесь такая туманная. Если это не просто туманно, это облака. Это облако, да. Вау. Там пикует, потому что дорога. Вот на телефоне еще хорошо видно, а на самом деле все не видно. Охуеть, Сань. Как тебе? Нравится? Да. Хотели попасть в этот замок, но он ремонтируется. И мы поехали вниз. Здесь мы в четвертый раз. Локация в описании. Мы пришли в место, где самые вкусные креветки в чесночный соус. Но здесь нет места. Из-за этого мы сейчас пойдем к их соседям, в скобочках, к конкурентам. В заведении нет меню и цена каждый раз меняется. Для того, чтобы сделать заказ, выберите морепродукты из стазика и покажите на фото в гугл-картах, что вы хотите кушать. Вьетнамский хаус. Если сидит пара семей, вас уже не будет слышно. Вот так выглядят шикарные креветки с чесночным соусом. Сейчас будем есть. Смотрите, какая у нас креветка. Ха, грычок, Сань. Едим с банми. Вот такой размер креветочек. Но они тут как будто поменьше, но они очень вкусные. Это супер вкусный соус. Все едим руками. Принесли нам устрицы с ореховым соусом. Очень вкусно. Это лучшая еда, которую мы ели во Вьетнаме. Я искала этот ресторан очень долго и нашла в вьетнамском сайте. Устрицы съели мы. Люди берут на четверых человек столько, а мы вдвоем съели. На Соне три человека и я один. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал. В следующем видео мы покажем наши будни, типичную вьетнамскую жизнь. А кто досмотрел до этого момента, на экране представление в честь дня середины луны. Такое проходило каждый день.